Решите неравенство. 3 в степени х квадрат, умноженное на 5 в степени х-1. Все это больше либо равно, чем 3. Для начала перепишем. 3 в степени х квадрат умножить на 5 в степени х-1. Все это больше либо равно, чем 3. Для решения этого неравенства нужно прологарифмировать левую и правую часть по основанию 3. Тогда у нас получается логарифт по основанию 3 от 3 в степени x квадрат умноженное на 5 в степени x минус 1. Все это больше либо равно, чем логарифт по основанию 3 от 3. Воспользуемся свойством логарифа. Логарифт произведения равен сумме логарифмов. Тогда у нас получается логарифт по основанию а от x умноженное на y будет равняться Логарифм по основанию a от x плюс логарифм по основанию a от y. Эту формулу нужно знать. Воспользуемся свойством. Тогда у нас получается логарифм по основанию 3 от 3 в степени x в квадрат плюс логарифм по основанию 3 от 5 в степени x минус 1. Все это больше либо равно, чем логарифм по основанию 3 от 3. А это единица. Логарифм по основанию a от a равняется единице. Это свойство также нужно знать. Напишем еще одно свойство логарифма. Логарифм по основанию a от b в степени x равняется x умножить на логарифм по основанию a от b. Эту формулу также нужно знать. Воспользуемся свойством логарифма. Тогда у нас получается x квадрат у степени 3 мы выносим перед логарифмом. Так же поступим со вторым логарифмом. Степень x минус 1 мы вынесем перед логарифмом. Тогда у нас получается x квадрат умножить на логарифм по основанию 3 от 3 плюс второй логарифм. Получается x минус 1 умножить на логарифм по основанию 3 от 5. Единицу перенесем через накраинство. Тогда у нас получается минус 1 больше либо равно чем 0. Преобразовываем далее. Тогда у нас получается x квадрат логарифм по основанию 3 от 3 это единица. Плюс x минус 1 умноженное на логарифм по основанию 3 от 5 минус 1 больше либо равно чем 0. Сгруппируем x квадрат и минус 1 и воспользуемся формулой разницы квадратов. Тогда у нас получается x минус 1 умноженное на x плюс 1 плюс x минус 1 умноженное на логарифм по основанию 3 от 5. Все это больше либо равно нулю. Вынесем общий множитель. x минус 1. Тогда у нас получается x минус 1 умноженное на скобку x плюс 1. А от второго остается плюс логарифм по основанию 3 от 5. Все это больше либо равно чем 0. Таким образом у нас получилось произведение двух множителей больше либо равно чем 0. Воспользуемся методом линейных интервалов. Для этого нарисуем числовую прямую и отметим нули. 0 первой скобки это единица. Так как неравенство не строгое у нас точка закрашена. От второй скобки 0 это минус в скобках единица плюс логарифм по основанию 3 от 5. Также неравенство не строгое следовательно точка закрашена. Рассмотрим знаки на интервал. Возьмем любое число с первого интервала. К примеру минус 100. Тогда первая скобка у нас отрицательна. Вторая скобка у нас отрицательна. Итоговый знак плюс. Рассмотрим второй интервал. И возьмем любое число принадлежащее данному интервалу. Чуть меньше единицы. Тогда первая скобка у нас отрицательна. Вторая скобка положительна. Итоговый знак на интервале минус. И последний интервал. От единицы до плюс бесконечности. Возьмем 100. Тогда первая скобка у нас положительна, вторая скобка положительна. Итоговый знак плюс. Нас интересует больше или равно нулю. Это там, где плюс. Запишем ответ. x принадлежит интервалу от минус бесконечности до минус от скобки. Единица плюс логарифт по основанию 3 от 5. Включая конец. Объединение от единицы включая до плюс бесконечности. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.